Всем привет, меня зовут Сергей, мы продолжаем с вами изучать красауты и случился в красауте сегодня очередной патч 9.20. Давайте я во-первых кратенько расскажу о планах на этот патч, а во-вторых мы пробежимся по самым интересным пунктам, посмотрим какие изменения с игрой сегодня случились. Нетипичный такой видос у нас сегодня будет, не знаю, не исключено, что я себе возьму за правило делать видосы подобные по каждому патчу. Но посмотрим, не буду ничего загадывать, поехали про патч. Ну и начнем, наверное, сразу с изменения оружия. Плазменный излучатель, синтез, урон на 13%, пушка малыш БФ, разброс увеличили на 33%, дробовик, оса, очаг, судья, толстяк, мама, цунами, сверчок, все поменялось. И даже автоматическое оружие Кавказ, видос по которому был сделан буквально пару дней назад. Дальность стрельбы увеличена на 17%, скорость поворота на 20%, время необходимое для захвата цели снижено на 38%. Ну что ж, посмотрим, Кавказ тоже посмотрим, по Кавказу у меня даже еще крафты не удалены с того видоса, и, наверное, для наглядности я на тех же крафтах опять же и прокачусь. И те, кто смотрел предыдущий видос и увидят следующий, у них будет возможность просто сравнить на одних и тех же крафтах одна и та же пушка, но просто в разных патчах как будет действовать. Катапульта, испепелитель, огнемет, горыныч, гаубица, мандрагора, все это поменялось, и защитное поле эгита, прайм, также радиус щита увеличен на целых 60%. Наверное, он теперь будет просто огроменным, этот радиус, но не знаю, посмотрим. Я к чему засчитываю все эти изменения по всем пушкам? Если у вас есть крафты конкретно с этим перечисленным оружием, с каким-либо из этих пушек, оставляйте в группе ВКонтакте, я ссылку оставлю в описании под видео. Там у нас есть уже тема с крафтами подписчиков, но эта тема все равно остается для стримов. Я, правда, не знаю, опять же, когда будет следующий стрим, просто времени все время нет, извиняюсь. Но как только смогу, так сразу стрим на 2, 2, 3, а то и 4 часа устроим, а может быть даже и больше. Но под этот патч и ваши крафты для этого патча я сделаю отдельную темку, будет называться Красаут 9.20 или как-то так. И если у вас есть подходящие точилы, засылайте туда. С Кавказами только не засылайте, как я уже сказал по Кавказам, я возьму те же самые крафты. А вот все остальные пушки из пачноута, если у вас есть желание, в общем, отправляйте, посмотрим, выберем самые интересные точилы, покатаемся. Новый набор с патчем приехал, тот самый набор, который раньше был на плойке. Правда, мигалка другая и автопушка вон другая, давайте мы на этот набор более внимательно посмотрим. Итак, что у нас здесь есть? Краска Чума, такая просто какая-то белая-ржавая, ржаво-белая хрену я знаю, сейчас на других деталях мы тоже эту краску обязательно глянем. Мигалка Скорой, сейчас погодим, погодите, АП-72 Вихрь, фиолетовая автопушка. Две наклейки Змененный Яд, вот, собственно говоря, они. Кабина, тот самый хот-род, который так давно у разработчиков просили добавить на ПК. Правда, с огнепоклонниками уже приехала неплохая замена для этого хот-рода. И по своему внешнему виду она, по-моему, даже лучше. Ну да ладно, это опять же каждому свое, каждый пустям решает. Синее двигло, имеется здесь совраска. Колеса с цепями, две штуки сзади, колеса с шипами, две штуки спереди. Краска полночь. Ну и конструкционные элементы, рама 6х4. И дальше уже уникальные, я так понимаю, детальки хот-рода. Багажник, капот. Левое заднее, правое, и чё? А, и просто левое крыло. Правое заднее, просто правое крыло хот-род. Ну и решетка радиатора хот-род. Давайте мы эту красочку сейчас глянем еще на других деталях. Дайте я, наверное, просто загружу, ну вот, одну из своих тестовых. Иди-ка сюда. Так, и где эта краска была? Чума. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Я не знаю, что со мной не так, но мне почему-то подумалось про крабовый салат с майонезом. Хотя легкая добыча под это описание, наверное, подходит даже больше. Да. Ну ладно, не про легкую добычу сейчас речь. Давайте мы на этом пакете еще прокатимся разок. Так, последняя помощь, загрузить. В ПВП я на нем не поеду. Ну нету смысла, понятное дело, что эта машина, сколько там, 546 единиц прочности, 2 867 очков мощи с фиолетовой автопушкой. То есть на низких очках мощи сразу фиолетовое орудие, у которого еще есть перк для стрельбы на дальнюю дистанцию. Чем дальше цель, тем выше повреждения за каждые 100 метров. Урон растет на 45%. Ничего не понимающих новичков отстреливать сгодится. Но если попадется вам противник посерьезнее, я сомневаюсь, что эта машина долго против него проживет. Детальки из этого набора использовать дальше уже под какие-то ваши крафты. Это да. Это в принципе годная мысль. Один только двойной лезвий крыл, чего стоит. 24 очков мощи, при этом прочность 40 дает. Еще и повышенные повреждения при столкновении. Звук кабины. Гудок. Ну и давайте мы еще мигалку посмотрим, которую я отсюда уже убрал. Так, загрузить, тест-драйв. И 4% дополнительной репутации из 25 возможных, которые получаются от декора. Причем все эти 4% идут исключительно от мигалки. Мигалка вон легендарная. За рулем у этой точилы сидит Мортус, и у него явно протекает крыша. Мортус много недель пытался вылечить заразившихся болезнью, получивших название Красаут. Но лекарства так и не нашлось. Назмотрелся и наслушался такого, что повредился рассудком, и начал слышать зовущие на помощь голоса и видеть вещи, которых нет на самом деле. Теперь Мортус считает, что жизнь – это болезнь, поразившая Землю, и делает все, чтобы окончить страдания своих пациентов и вылечить планету. Есть одна хорошая такая поговорка, что если хочешь изменить мир, то начни с себя. Мортус про нее, видимо, не слышал, ну да и ладно. Ну и полторы тысячи монет. Стоит все это добро, считай, 1800. В общем, стоит этот набор того, чтобы его покупать или нет, пускай каждый сам для себя решает. А мы возвращаемся к нашему пачноуту. Изменения в рецептах верстака механиков. Обращаем внимание всех вышедших, что все фрагменты декора и красок, а также рецепты, в которых они используются, уже через месяц будут выведены из игры без возможности обмена на какие-либо ресурсы. Поняли? Поняли, поняли? Так что если у вас эти фрагменты еще остались вперед, но остался месяц. Все краски и декор редкой редкости можно будет произвести за 250 единиц металлолома и 40 меди, а все краски и декор эпической можно провести за 350 металлолома и 150 меди и 75 проводов. Заряд бодрости. Общее количество дополнительной репутации, получаемой во время действия заряда бодрости, увеличено до 70 тысяч. И изменена механика работы заряда бодрости. Теперь с четвертого уровня фракции механики. Размер бонуса к получаемой репутации будет зависеть от того, сколько очков репутации вы уже заработали с активным зарядом бодрости до 40 тысяч плюс 400 процентов репутации. От 40 до 50 тысяч 300, 50, 60, 200 и 60, 70 плюс 100 процентов репутации. То есть снизили, получается, скорость набора репутации до прежнего максимума в 60 тысяч, но увеличили сам максимум до 70. Рейды. Для любителей по ПВЕ-шать уровень сложности легко, максимально возможное одновременное количество рейдеров на карте снижено до 10 бронемобилей. И в Шторме прочность вышек снижена на 400 единиц, а также радиоузрыва снарядов, пушек и ракетных установок, обороняющих вышки. Легкий режим стал еще легче. Ну а дальше мы уже переходим непосредственно к нашему оружию. Синтез. Урон снижен на 13 процентов, скорость поворота орудия увеличена на 11, ну и полета снаряда также увеличена на 11. То есть синтезы стали более такие вертлявые. Попасть по удаленной цели теперь тоже будет проще, потому что увеличили скорость полета снаряда. Но сам урон стал чуть поменьше. Более удобная пушка, но менее дамажная. Ну и дальше длинный-длинный комментарий разработчиков для всех желающих тех на вашем экране. А мы переходим к пушке Малыш. Максимальный разброс в движении увеличен на 33 процента. Кто раньше с малышами катал, тот и так-то наверняка довольно редко из этой пушки стрелял в движение. Потому что ты только начинал двигаться, у него уже прицел расползался на пол экрана. Но не на пол экрана, конечно. Но тем не менее, попасть в движение с башенной пушкой всегда было довольно проблематично. На дальнюю дистанцию, во всяком случае. На дальнюю, на среднюю. Близи-то еще ладно, вблизи-то еще можно. А вот теперь еще и максимальный разброс в движении увеличен на 33 процента. То есть теперь только стоять, судя по всему. Дробовик Кувалда. Прочность увеличена на 20 процентов. С 96 до 115. Курсовая ракета Оса. Прочность также увеличена на 15 процентов. С 48 до 55. Если с Кувалдой еще не знаю, еще как-то может быть это и сыграет. Все же Кувалды довольно-таки мелкие. Здесь нетрудно спрятать, позакрывать со всех сторон. Плюс при этом они еще и останутся довольно эффективны. С хорошим углом обстрела. То вот Оса, которая получила целых 7 единиц прочности. Ну, фиг его знает. По-моему, это как мертвому припарке. Нападет на Осовода какой-нибудь дробовод. И ему будет пофиг. 48 или 55 там единиц в прочности. Или сплэшу от тех же малышей. Но во всяком случае, так кажется в теории. Ладно. Мы по Осам тоже сделаем отдельные видосы. И посмотрим, помогло им это или не помогло им это. Дробовик очаг. Урон увеличен на 7%. Импульс попадания увеличен на те же самые 7%. Пушка судья. Уменьшен радио взрыва на 7%. Пушка зис толстяк. Время перезарядки увеличено на 8%. А мамонту понизили урон. С мамонтом, кстати, в последнее время народ очень часто вообще строил метакрафты. Мне интересно будет посмотреть в реалиях текущего патча, останутся еще эти мета или нет. Но если останутся, я думаю, я вам одно или две даже их покажу. Пушка КП цунами. Масса увеличена на 37%. С 1350 до 1850 килограмм. То есть пушка так-то стала практически в полтора раза тяжелее. Посмотрим, насколько это скажется на эффективности. Вот под цунами я, наверное, видос очередной делать не буду. Потому что со времени последнего видоса под цунами изменилась опять же только эта масса. Мой кратц цунами на моем нормальном аккаунте весит что-то в районе 12 тонн. И получается из-за увеличения веса цунами. Крафт еще на одну тонну потолстеет. Что 12, что 13. Я фиг его знает. Я, короче говоря, покатаюсь на своей точиле в ПВП. Если там что-то серьезное будет какая-то разница. Может быть, тогда тоже сделаю видос. Расскажу вам о своих впечатлениях. И расскажу и покажу. Курсовая ракета Сверчок 1М. Прочность снижена на 9%. Со 164 до 150. Ну и про Кавказ мы уже читали. Дальность стрельбы на 17%. Скорость поворота увеличена. Ну и время, необходимое для захвата, снижено почти на 40%. На 38, если быть точным. Катапульта и спепелители. Радиус огненной лужи увеличен на 19%. И оптимальная дальность огнемета увеличена на 20%. Разработчики принялись за ап оружие огнепоклонников. Ну что ж, посмотрим, посмотрим. Вот это мы посмотрим. Мандрагору также апнули. Урон от огненной лужи увеличен на 20%. Ну и защитное поле Эгидо Прайм. Радиус щита увеличен на 60%. В одном из последних патчей, опять же, Эгидо была понерфлена. Причем так, что народ от нее начал массово просто избавляться. Возможно, сейчас кто-то к ней вернется. А возможно и нет, фиг его знает. Ну и дальше уже не особо существенные, на мой взгляд, изменения. Наклейки, интерфейс. Ну, кстати, вот интерфейс это существенно, потому что здесь появилась помощь для людей с нарушенным цветовосприятием. Появилась возможность настраивать цвет меток, имен игроков, рейдеров. То есть не исключено, что кому-то это окажется очень и очень полезно. Ну и небольшие мелкие доработки, работа над ошибками также, ну и на этом все. Короче, ребята, планы на этот патч я озвучил. Как я уже сказал, ссылка на темку для ваших крафтов под этот патч имеется в описании под видео. Только одна большая просьба. Если будете оставлять именно в этой темке крафт, то оставляйте ее именно с тем оружием, изменения по которому были указаны в патч-ноуте. Все остальные крафты с пушками, не имеющими никакого отношения к патчу 9.20, будут оттуда просто-напросто удаляться и все. Так что жду ваши точилы, жду ваши комменты, ну и у меня на сегодня все. Всем спасибо за просмотр, до новых встреч.